Тот вопрос, который меня мучает бесконечно, что случилось или что было с русской женщиной? Почему она настолько сильно ненавидит своего мужика, неважно, сына, мужа, брата, отца? Почему у нее есть такое дичайшее желание укокошить его, отправить на фронт, ну, неважно за что, за то, чтобы получить орковую шубу, белую ладу, пакет пельменей? Откуда это? Ну, вообще, я тебе могу сказать, что это совершенно справедливое желание. Да, да, да. Война ведь она в промышленных количествах добывает из людей, в том числе и абсолютно откровенности. И вот это вот свиноподобие сегодняшнее, оно же имеет очень глубокие и серьезные формы. Ты никогда не задумывалась над тем, что в 73-75% русских семей чудовищное домашнее насилие. Ты плохо себе представляешь, что такое русский мужик в глубинке, до какой степени это алкоголизированное, хамское и отвратительное явление. И вот этим женщинам, которых мы сейчас все так хором осуждаем и замазываем, вдруг война дает сказочный шанс без разводов, без распилов имущества, без раздела детей избавиться от всей этой нечисти, которая называется мужьями. К тому же не забывай, что возникает в России создан культ солдатской вдовы. Да, это социально одобряемая категория, которая вызывает сочувствие, восторг. Это очень красивая роль военная вдова. И к тому же надо понимать, что, в общем, ну, конечно, они же тоже все дурочки. Они же думают, что им что-то, судьба предложит другое. И они подозревают, что в быстром избавлении от сегодняшнего мужа есть шанс обзавестись чем-нибудь получше. Поэтому это в той же степени, в той же степени, я подозреваю, что слова прозвучат очень жестоко, касаются и детей. И да, это все замечательно, когда 15 лет, когда 13 лет, когда 13 лет, это все милая игрушечка. А потом это вырастает в такого же огромного спившегося, но юного жлоба, который крадет деньги и который точно так же не выносит. Поэтому они с таким энтузиазмом отнеслись к возможности отправить на мясо и на убой свои вторые половинки.